ИНДИЯ Думаю, что дипломатическим путем работая, потом наши визиты в Индию, мы все-таки должны добиться поворота в их позиции. Однако о наличии у Индии ядерной бомбы уже давно и хорошо было известно в России. Мы знали, что у Индии накапливается ядерный потенциал. Индия производила однажды взрыв, объяснив его тем, что это делается в мирных целях. Но сейчас Индия не ограничивается мирными испытаниями. Она взрывает и подземное устройство, и ядерное, и термоядерное. Конечно, для нас это абсолютно неприемлемо. Работникам МИДа, тем не менее, прекрасно известно, что идея создания собственной ядерной бомбы овладела в свое время просоветскими лидерами Дели. Отечественным дипломатам хорошо памятен визит российской правительственной делегации в Индию, вызвавший международный скандал. Визит официальной правительственной делегации, членом которой я тоже был весной 92-го года в Индию, в меньшей степени был связан с какими-то вопросами военного сотрудничества, а преследовал в основном политические и, главное, финансово-экономические цели. Это поставки частей креогенных двигателей для ракет. Спустя годы всем очевидно, что наличие у Индии атомного оружия надолго подорвет процесс ядерного разоружения. Индия не может недооценивать тот факт, что Пакистан пользуется поддержкой западного альянса. Она не может игнорировать то, что у Пакистана появилось средство доставки, ракета, которая может нести ядерное оружие. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильное решение и Россия в этом смысле и должна поддержать здесь позицию Индии. Симпатизирующие Индии россияне уверены, что их давние союзники полностью изменили заветом Махатмы Ганди. Насколько я знаю, непосредственно какие-то ядерные технологии военного назначения в Индию никогда не поставлялись. Индия достаточно экономически мощная страна, а только действительно мощная экономически страна может создать собственное ядерное оружие, потому что это гигантские инвестиции. Там достаточно крупные научные заделы есть, в том числе в области фундаментальной физики. Поэтому я думаю, что все-таки преимущественно это собственные разработки. Свершившийся факт вхождения Индии в число ядерных держав заставляет российских дипломатов сделать переоценку традиционных приоритетов в регионе. Индия никогда не представляла опасности для России. Никогда с Индией не было политических, военных и иных проблем, ни пограничных споров. И по истории никаких споров, стало быть, здесь у нас ничего нет. С Пакистаном у нас есть проблемы, и известно какие. Поэтому в данном случае нам надо занимать однозначно проиндийскую позицию. Продолжение следует...